всем огромный привет мои дорогие я очень рада что вы сегодня заглянули ко мне на канал мой канал парфюмерии и меня зовут лена я к вам сегодня с новыми парфюмками аромата будет 2 на обзоре если вам интересно послушать о чем я оставайтесь со мной ну что мои дорогие у меня сегодня посылочка уже от полюбившегося магазина рандеву и у меня ароматы действительно нишевого бренда а как мы уже знаем что нишевые бренды лучше покупать в интернет-магазинах и на рандеву естественно применяя мой промокодик на 10 процентов скидочки а получается очень выгодные покупки плюс суммируется бонусы если мы делаем отзывы на ароматы все это тоже плюсом скидки магазина плюсом получается просто прекрасные великолепные цены ну а если у нас денежек не хватает как всегда в магазине действует очень обалденная классная конечно разоряющая нас у нас опция оплата частями можно поделить оплату на четыре части и рассчитаться за несколько раз это просто мега классно но блин кошельки наши от этого пустеют с каждым днем ну что мои дорогие не буду я затягивать посылочка мне приехала только сегодня но один аромат меня уже давненько и он ожидал если честно появление еще и этого ароматика чтобы я вместе сняла и рассказала вам свои впечатления потому что один парфюм который сегодня ко мне приехал я заказала осознанно я его с ним знакомо я его очень хорошо знаю второй аромат я брала вслепую мы любители такой игрой заниматься покупки вслепую это конечно такой риск своеобразный но и это просто завораживающий скажем такой риск это когда ты ждешь совпадут ли твои а впечатления об аромате то что ты почитал то что ты про него слышал что про него говорят другие блогеры а что впишут в отзывах это своего рода квест который нам очень очень нравится и щекотит нам нервишки начну мои дорогие я уже ее а так сказать разрезала чтобы все это дело побыстрее как всегда а приехали продуктики в подарочки так это что такое у нас желтенькая это тоже какой-то тут корейский или китайский продукт что такое магазин паре у меня естественно тут отливать пробничек новенького парфюм чека спасибо за подарочки магазин будем с вами потом новый ароматик еще разнюхивать распробовать как всегда брошюрка сканируем qr-код как говорится и попадаем на страницу магазина и выясняем все вопросы которые нас так сказать беспокоят и волнуют ну и естественно аромат у меня если честно в коробочке еще один парфюмчик довольно такие бюджетники но это мы оставим интригу на следующие дорогие мои как вы уже видите это у меня аромат от бренда манталь манталь и аромат называется видно вам не видно но я вам озвучу аромат называется свет ванила кверх ногами держу конечно чем 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 бы мне кверх ногами этого не подержать свет ванила свет переводится как сладкая ваниль но забегу вперед и скажу вам дорогие мои что это ваниль не сладкая это ваниль шикарная аромат громкий аромат стойкий аромат шлейфовый вопреки многим мнениям потому что сколько раз я его тестировала наносила на себя уходила из магазина с этим парфюмом дорогие мои коробки манталь как видите темно-синего цвета сначала может показаться что это черные коробочки до с золотыми надписями но нет они темно-синие ну все знают как выглядит парфюмы от манталь действительно в магазинах это просто какие-то бешеные в офлайн магазинах бешеные цены естественно лучше покупать как в интернет магазине ну и что как всегда все здесь как и должно быть у манталь мешочек до такой вот тряпочный то есть у мансера мансера мы привыкли что там кожаный мешочек такой золотой здесь мешочек черный ну и что здесь у меня золотой флакончик татам и так и есть здесь золотой флакончик но я говорю дорогие мои я действительно знакома с этим парфюмом и еще раз могу сказать что для меня это не сладкая ваниль давайте я распылю и давайте я его вспомню более подробно вам его опишу здесь в нотах дорогие мои заявлены всего как говорится две составляющие это ваниль и абрикос и дорогие мои и действительно здесь я слышу и ваниль и абрикос сначала со старта может показаться что ваниль кондитерская ванилин то есть вот просто вот знаете пачку ванилина кондитерского открыли и вот этого ванилин что-то ничего такого интересного нет но потом дорогие мои появляется этот красивейший абрикос абрикос причем старт вы знаете немножко такой какой-то остренький как будто здесь какая-то все-таки специя или остриночка добавлено пирамиде естественно не заявлено и вот беглый за тест на блотере может показаться а ванилька ванилька ничего интересного но подождите дорогие мои на кожи это просто прелесть ваниль это усаживается да она здесь самого начала дает такую какую-то прям сладость которая может можно сказать что-то слепательно фу-фу-фу но потом начинается волшебство появляется этот абрикос абрикос вареньевый абрикос вареный до состояния джема он здесь с легкой горчинкой здесь и немножко такой чуть-чуть шершавости присутствует как будто бы этот абрикос с этой бархатной немножко кожицы это варенье сладость усаживается то есть для меня во всяком случае для любителя очень сладких ароматов этот аромат не сладкий да он сладкий в понимании многих но для меня это сладость умеренная ваниль вот этот ванилин кондитерский он для меня быстро уходит и аромат сидит вот этой томной чуде горьковатой такой густой именно бурбонской ванили дорогой ванилью я не знаю ребят я обожаю я просто влюбилась в этот аромат игру несколько раз бегло за тестов я не поняла ваниль ваниль люблю да такое но что-то чтобы меня там цепанула как говорится и ваниль можно найти и подешевле скажете вы но нет нет потом вот это вот это чуть-чуть каких-то на эти древесных немножко дымных аккордов выплывает со временем то есть вот этот абрикосик он чуть заслащивается потом появляется горчинка потом опять немножко сладинки потом небольшой дымок как будто бы вот это древесная какая-то составляющая как я не могу сказать что это чувствуется как у знаете есть такие прям горелые деревяшки нет просто чуть-чуть какой-то вот такой дымности томности ой какой он уютный какой он благородный то есть это игру это не ванилька ванилька для меня дорогие мои это чисто мои ощущения этот аромат уютный этот аромат обволакивающий а еще раз повторюсь вопреки многим мнениям он очень стойкий на мне на руке продержался целый день причем последний раз я его тестила в теплую погоду не слетел с меня быстро причем у меня все время кстати говоря если может быть вам видно оставляет масляный след то есть ну это чем-то же говорит все-таки о стойкости парфюма причем я частенько нарушу на нашу парфюм на тыльную сторону ладони а то есть я и мою руки и что-то там какие-то манипуляции аромат сохраняется он очень будет красив в зимнюю погоду еще раз повторюсь я его последние разы тестировала вели в летнюю теплую погоду он не ушел быстро он на меня не кричал он просто деликатно с руки шлейфил вот это немножко какая-то вареньево абрикосовая история чуть-чуть припудрена вот этой горьковатой а такой густой ванилью но густой не в понимание что вот прям ваниль такая знаете назойливо а именно что такой дымный тягучий аромат очень красивые я говорю что летом не задушил это просто прелесть прелестно я с кем-то разговаривала в комментариях когда я снимала по моему мои любимые ароматы с ноткой ванили что кто-то писал что у кого-то именно любимый аромат ванили именно свет ванила от манталь а я тогда сказала что я здесь все-таки слышу больше фруктовую составляющую именно абрикоса и так и есть дорогие мои вот это вот фруктовость чуть какая-то даже кислиночка этого абрикосика ну прелесть прелесть ребят я готова одупеть этому аромату между прочим так же как и следующему присмотритесь присмотритесь дорогие мои к свет ванила кто предвзято относится к ванильным парфюмом присмотритесь зимой на свитерок на на батничек прекрасно просто он мне кажется и в офис будет уместны он и для девушки для девочки и для женщины обалденная обалденная композиция свет ванила от манталь еще одна моя хотелочка я ребят много раз говорила что мой бренд все-таки монсера но в манталь я вам скажу очень много достойных ароматов очень много многое в моем городе не представлено приходится брать слепую так как как следующий мой ароматик но то что я тестировала не все не все конечно здесь нет этого зубодробительного мускуса нелюбимого всеми мантальевского нет каких-то мне кажется мантальевских бас ну вот есть вот я говорю какая-то такая древесно-дымно-подкопченная история то есть как будто бы этот абрикосик уваренный чуть-чуть под копченый и подвяленный в общем тут и свежесть и кислиночка и легкая горчинка все 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 в этом аромате есть прислушайтесь к нему протестируйте если тоже так же как я бегло проходили мимо классная классная композиция свет ванила от манталь следующий аромат дорогие мои тоже от манталь тоже купленный не тоже окупленный вслепую аромат называется pure gold я вам скажу в шоке от этого аромата я была это значит ничего не сказать в приятном смысле этого слова я шоке парфюм тоже исполнен в желтеньком таком как говорится золотистом варианте то есть видите коробочки до одинаковые мешочки одинаковые и я этот аромат уже естественно пробовала потому что на pure gold очень много неоднозначных отзывов кто-то говорит ой а то он из мешочка пахнет это я его на себя наносить не буду потому что я вам скажу это потом я не услышу ничего больше то что у меня я планирую еще видео одно снять я нанесу его на блотер но густенько так скажем не попала с первого раза дорогие мои я просто в культурном шоке я от него в восторге но скажем так с первого затеста это необычный аромат необычные именно для манталь потому что аромат на тему старошкольных парфюмов то есть он собран по мотивам старых школ кто-то может быть сказать что может сказать что это ретро запах я вам скажу что до налет старой школы есть но это не бабушкин сундук совершенно я вам зачитаю пирамидку абрикос здесь тоже присутствует абрикос мандарин ажасмин нерали цветок апельсина мускус пачули и ваниль ребят зацепил с первого вдоха это необычно старт яркий как будто бы немножко даже одеколонистый мне кажется что здесь есть все-таки такие специи как гвоздика возможно кардамон возможно какой-то мускатный орех потому что есть вот это какая-то колкость и специевость а дальше аромат трансформируется и мне слышится как будто бы даже альдегидная составляющая то есть присутствует здесь какой-то такой аромат чистоты и свежести тем самым вы знаете он для меня становится ароматом белой рубашки то есть это аромат вполне себе офисный но он так богато дорого звучит это просто я не могу передать словами свое я не знаю ребят как мне объяснить вот когда аромат действительно нравится ты не можешь раскладывать его на ноты просто в нем утопаешь знаете вот когда действительно аромат тебя цепляет мурашки по коже слезы наворачиваться на глаза многие меня поймут кто испытывает такие же ощущения эмоции от парфюмерии это это не передать словами как тебя цепляет парфюм именно до слез в глазах и я говорю многие конечно не поймут что это такое как такое может быть как могут быть слезы от аромата дорогие мои могут быть и здесь случилась такая же история во первых я говорю это не похоже на манталь мне да и в слепом затесте я бы сказала что это какой-то вот именно олдскульный старошкольный парфюм он дорогой он будет звучать дорого на мехах он 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 не для девочек припевочек то есть он не как говорится не для легкомысленных девчонок он для женщин знающих себе цену он для женщин уверенных в себе для таких как я конечно для таких как я дженчин это скажем так даже обязывающий парфюм то есть действительно ты как-то с такими легеньким каким-то платьицам вряд ли наверное его наденешь на себя офис белая рубашка какой-то деловой костюм либо еще раз повторюсь меха мне вообще видится женщина в соболях почему-то это альдегидная составляющая знаете я вот сейчас блотер отдыхаю он совершенно другой с руки он совершенно другой с кожи он играет от этих альдегидных составляющих совершенно практически не сладкий парфюм вообще да вот заявлено ваниль но нет здесь сладость есть легкая легкая лишь намеком но здесь сладость больше цветочная аромат играет от вот альдегидная такой составляющей чисто белорубашечный да вот этой мушистой почулевой истории он становится глубоким густым таким я не знаю это просто сказочно это просто сказочно это просто великолепно вы знаете заявлен абрикос я его если вот стоять и вот с блотера он вообще начинает немножко замыливаться скажем так даже больше слышится мускус хотя с кожи я мускуса вообще не слышу просто аромат запудривается с блотера я сейчас слышу совершенно другую историю сусти пят я говорю блотер кожи это совершенно разное ну а как извините когда играешь в игру ты восемь ароматов на себя нанесешь ну ну нет совершенно нет но тем более я с ним пожила я его уже распробовала я его уже так сказать в разных ипостасиях на себе примерила классно я говорю абрикос есть и ощущается то он и здесь не свежий то есть если в свет ванила абрикос немножко такой скажем да уваренный но все равно чувствуется такая какая-то сочность немного то здесь как будто немножко он подвяленный как будто бы это курага даже в некоторых моментах мне кажется как будто даже пахнет немножко сливой классный ребята классный аромат неоднозначный очень интересный для манталь это просто какой-то я вам скажу обособленный парфюм во всяком случае то что пробовала я это совершенно ни на что не похоже он заполняет собой все пространство я нанесла когда первый раз его на руку я была в махром халате у нас господи я бы после жары наступили холода ночами 6 8 градусов это какой-то ужас у нас не лето это что-то что-то с чем-то хотелось бы конечно погреться хоть немножко хоть градусов 25 но у нас игру либо 55 либо 6 градусов это какой-то ужас ну зато парфюмки свои любимые носим сладенькие ванильные аромат ребят достойнейший а если он не снят а если где-то у кого-то в магазинах представлены подойдите к пюр голд подойдите протестируйте уйдите с ним поживите с ним я наносила на махровый халат он у меня висит в ванной уже которые сутки я захожу я чувствую этот парфюм класс просто обалденный он свел меня с ума он меня покорил манталь меня начинает брать в свой плен я начинаю изучать его как говорится парфюмы скупать скажем так у меня игру в хотелках у дмэйзинг но после того как я попробовала аналог на этот аромат от я захотела себе и оригинал в общем короче говоря у манталь у меня теперь тоже очень-очень много чего виш листе освет ванила о боже я говорю это ваниль такая горьковатая томная неприторная неслипательная и в том и в том аромате вот пюр голд с блотера начинаю слышать мускус со своей кожи у меня кожа прохладная с моей кожи мускус не слышу но и больше я вам скажу ребят даже если мускус манталь не стал заходить он меня не душит он меня не напрягает смотря конечно какой аромат где его очень много я конечно тоже так опасаюсь таких парфюмах вот что интересная болячка да с нами сделала то есть раньше он какие мускусы носила и улыбалась сейчас к этим моментам подхожу уже более так избирательно и вот мускус манталь начали заходить опять же в умеренных количествах так что дорогие мои вот такие вот такое золото во флаконах появилась у меня в коллекции чего и вам желаю только самых любимых и вкусных вами парфюмочек еще раз повторюсь присмотритесь к свет ванила присмотритесь пюр голд пюр голд если снятый парфюм то на рандеву снятости можно отыскать еще по приятным ценам присмотритесь к этим ароматом достойнейшие композиции и для любителей посладше и для любителей чего-то так по собране по строже более офисного варианта присмотритесь к этим парфюмкам ну а на этом у меня сегодня все я с вами прощаюсь до скорых встреч увидимся скоро пока пока